Щелковский городской парк – место, известное каждому жителю, поэтому любые изменения, которые здесь происходят в центре – всеобщего внимания. Парк вошел в государственную программу формирования современной комфортной городской среды. Дизайн-проект благоустройства парка был вынесен на общественное обсуждение. В минувшую пятницу его провели в новом современном формате. Жители в прямом эфире через интернет задавали вопросы председателю комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Анастасии Кот. На сайте администрации была опубликована информация о том, что вошло в данный дизайн-проект. В парке будет проводиться реконструкция сцены, построят павильоны для развлекательных и культурно-массовых мероприятий, проведут дополнительное освещение, поставят новые скамейки, урны, современный туалетный модуль. Добавятся мероприятия по озеленению. Данное благоустройство сделает парк более современным, комфортным, востребованным и надеемся, что привлечет еще больше посетителей. Учитывая, что благоустройство парка идет с 2013 года, мы почувствовали большую разницу. И, конечно, жители оценили, что у нас появились новые площадки, детские. И с каждым годом будем стараться находить средства для благоустройства и комфорта нашего парка. За 45 минут прямого эфира жители задали очень много вопросов. Интерес к теме однозначно был достаточно высоким. Нельзя ли вместо павильонов сделать дополнительную спортплощадку? Спортплощадка также в будущем будет рассматриваться. И павильоны почему смотрим? Очень мало места у нас в парке, где можно проводить мастер-классы круглогодично. Данные павильоны позволят нам эту работу делать постоянно. Ну и, опять же, дополнительное место зимой, где погреться. Опять же, данные павильоны многофункциональны. Со временем это может быть и домик Дедушки Мороза со Снегурочкой, и пункт велопроката. Также жителей интересовало, будет ли парк открыт для посещения во время проведения в нем работ по благоустройству. Парк будет доступен для прогулок. Мы парк не закрываем. Мы реконструируем его частями. Поэтому доступ в парк будет. Ни в коем случае от зеленой зоны вас никто не закроет. Анастасия Кот по окончании прямого эфира дала нам комментарий о том, как шла подготовка дизайн-проекта благоустройства парка. Так, например, она сообщила, что в ходе доработки его изменили по целому ряду позиций. Например, сцена теперь останется на том же месте, где она находится и сейчас. А не там, где спланировали разместить разработчики ближе к Дому культуры. Здесь возникало очень много вопросов, как у нас, к создателям проекта, да, уже потом, так же и у жителей. Если сцену поставить так, как она по проекту, то что тогда будет с центральной аллеей? Ведь это повлечет за собой вырубку деревьев. Этого мы допустить не можем, потому что центральная аллея стала любимым местом для мам с детьми, для спортсменов. Анастасия Кот также рассказала, что дизайн-проект, который был вынесен на общественное обсуждение, нацелен на решение самых насущных, самых срочных задач по благоустройству парка. Работы по улучшению и развитию парковых пространств в округе будут продолжены и затронут территории не только в самом городе Щелково, но и в поселениях. Данная программа – это только первый шаг и первое развитие. Нас в последующие годы ждет еще очень много интересных проектов. На состоявшемся общественном обсуждении были названы сроки, в которые дизайн-проект благоустройства Щелковского городского парка будет осуществлен. Работы планируются завершить весной этого года. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.